Этот сезон просто потрясающий. Истории заставляют взглянуть на некоторые вещи иначе, нам показали множество революционных нововведений в жанре, и это очень приятный сюрприз. Это я поделился впечатлениями от третьего сезона Альманаха Любовь, Смерть и Роботы, очень советую, реально отвал всего. Теперь давайте про Destiny. Вы знаете, обзоры на новые дополнения и сезоны я обычно делаю сильно после получения всего контента. Но, кажется, в случае с текущим сезоном видения, я был готов рассказать свое отношение спустя 2 или 3 часа. К сожалению, оно почти целиком негативное. Да, таких видео на канале меньшинство, игру я ругаю редко и чаще всего могу найти что-то хорошее даже тогда, когда, кажется, все ее ненавидят. Но в этот раз или все и правда иначе, или общее настроение наложило свой отпечаток на восприятие. В общем, что-то пошло не так, и я просто остался в расстроенных чувствах от нового контента. Как всегда, мое мнение лишь мое, и вы не обязаны разделять мои взгляды, но я буду признателен, если вы поделитесь своими впечатлениями в комментариях. Давайте создадим что-то вроде диалога. И да, простите мне мой простуженный голос, я очень стараюсь не разболеться. Начнем по порядку. В начале всего меня насторожил трейлер к сезону, который вышел за несколько часов до его начала, собственно. И да, конечно, за все годы игры в Destiny и производство контента у меня случалось так, что я сводил ожидания от новых обновлений к минимуму, и подходил к разным релизам хладнокровно. Однако с выпуском трейлеров меня всегда заряжало по самое не хочу, и я, запрыгивая на хайп-трейн, снова ждал свеженького контента. Один из моих любимых, например, был трейлер к сезону Рассвет. Не устану приводить его в пример, кажется. Но черт с ними быть с трейлерами, это же все маркетинг, правильно? Правильно, но когда я, глядя очередной трейлер, который как бы должен мне продать новый контент, задаюсь вопросом, а где хоть что-нибудь новое? Что-то, наверное, идет не так. И ведь я даже не драматизирую и не утрирую. Левиафан вернулся спустя два года, снова луна и снова кошмары, оружие паноптикума, которое нам сначала ограничили, но у меня оно все равно лежит, тоже вернули, Треспассер, пистолеты из первой части, Кошмары на луне и Звание Эрис. Раздражали эти вещи еще всех во времена Обители Теней? Почему к ним вернулись? Хороший вопрос. А, ну и еще в пресс-наборах снова показали Таникса. Это вообще уже не смешно, и у меня, честно говоря, слов нет с этим. Почему они так любят этого босса? Ну что в нем такого? И вот после просмотра промо я сижу с лицом лица и не понимаю, чего мне ждать от нового сезона. Ладно, может будет какой-то сюрприз, думаю. Посмотрим. Жду несколько часов. Залетаем с командой с ресетом, попадаем на Левиафан и начинаем изучать. Левиафан, корабль императора Кауса, который когда-то блестел в золоте, покрыт травой, фекальными массами, то есть тьмой и прочими нечистотами, а по его коридорам бродят кошмары. Теперь этот корабль является нам как патрульная зона, а не рейт или как другая активность, что в принципе неожиданно и интересно. Левиафан достаточно огромный, чтобы считать его за отдельную локацию, но проходит время и... Но всё не так классно через два месяца, как хотелось бы вначале, да. Патрульная зона с маячками миссии, ресурсами, собираемыми секретными фигурками, сундуками и паблик-ивентом, о котором дальше поговорим. Но больше... ничего. По большому счёту это просто хаб для нового задания, который зачем-то дали посещать в качестве обычной локации. Но смысла для этого особо не придумали. Не то, чтобы тут были какие-то секреты, как в мире Саватун или Городе Грёз. Затерянных секторов тоже нет, хотя возможность, на мой взгляд, была, задействуя они хотя бы те же катакомбы с шорткатами, которые мы использовали во времена рейда. Я уж не говорю, что тут нет каких-то отдельных персонажей или страйков. Бенедикт только болванчиком стоит, и всё, бедный. В общем, получается, что хорошо, патрульная зона есть, но так и хочется спросить, а дальше что? Она тут зачем? Затем, чтобы на этой локации развивались сюжетные события сезона? Ладно, но почему тогда раньше сезонные активности были именно отдельными активностями, а не локациями? Неужели что-то было с этим не так? И вот тут мы перейдём к следующему заголовку мероприятию Изоляция кошмаров. Тут я сгорел. Изоляция кошмаров обычная сезонная активность, которых мы видели за прошедшие пару лет просто тонну. Шесть игроков выполняют какую-то простейшую механику и отстреливают прибывающие отряды врагов. Место действия распределитель левиафана, и в каком-то смысле Банжи просто взяли этап открытия рейда левиафан и сказали игрокам, что теперь это паблик-ивент. Играйте. Ну как бы и ладно. Хоть это и очередной риюз, но у меня к этому претензий почти и нет. Этап и правда хорошо справляется с замещающей функцией и выглядит в роли сезонной активности органично. Если бы не одно большое НО. Это не активность, а публичное мероприятие, которое начинается по таймеру, из которого можно выйти, в которое можно вступить, когда захочется, и которое начнётся, даже если на локации один или два игрока. Залететь заранее собранной командой в более чем три человека не получится. И всё, что вам остаётся на случай, когда вы хотите гарантированно и результативно закрыть все уровни этого мероприятия без необходимости делать в одного все задачи, это залететь на локацию вновь и вновь перезалетать в надежде наткнуться на забитую локу с пятью игроками. Хотя, куда пять? Хотя бы с тремя. Что-то напоминает то, что я сейчас описал? Правильно. Эскалационный протокол чёрт бы того побрал. Старички помнят, как на Марсе появился первый из этих ареноподобных хорд мод ивентов в патрульной зоне, также по таймеру, также вне зависимости от числа участников начинался ивент, на который собрать нормальную тиму было очень тяжело и я помню, что было тогда. Тогда разработчики провели работу над ошибками и как раз после удаления протокола подобные активности стали запускаться отдельной кнопкой на карте с подбором игроков. Нормальная система, да, я знаю, длинная вкусовщина, я сам говорю, что мне это не нравится как активность, но в плане работы она справлялась с задачей. Вы гарантированно попадали в нужный вам режим с началом отведённого на него времени и гарантированно в полностью укомплектованном отряде. Что теперь? Шаг на два года назад? Серьёзно? Ради чего? Тут вот есть кнопка выбрать патруль или пойти ивент, но по факту все просто пользуются первой, не меняя выбор, потому что разницы нет. Что мешало сделать так же, но в одну кнопку поставить ограничение по локации и добавить подбор. Напишите в комментариях, если я усложняю и придумываю проблему, докапываюсь к проблеме, когда её нет, но я вижу это. Именно так. Конечно, важно знать, что мы тут формим и что нам в этом сезоне предлагают в качестве наград. Из оружия о двух экзотах мы уже знаем, меч-тень сердца из нового подземелья и пистолет-чужак из первой части перенесённый. Про каждый поговорим в отдельном видео, про меч уже есть, но если просто по впечатлениям, хорошие экзоты, каждый может где-то кого-то чем-то привлечь. То, что один из них я уже обозревал на канале лет пять назад, это мы опустим. Из легендарных наград. Оружие новое сезонное, тут всё как обычно, плюс возможность ковать часть пушек в анклаве. Оружие из подземелья, классно выглядит, кстати, некоторое годное и по характеристикам, но не то, чтобы я его настойчиво формил, кажется, всему этому набору у меня уже есть какая-то альтернатива. Мировой дроп и плейлисты тоже обновили, тут из особенностей отмечу только плазминки в первый слот, кажется, это так себе решение. У нас была плазма из рейда Клятва Послушника в первый слот, этим она была исключительно, а теперь это уже как бы невыдающаяся возможность. Из Осириса тоже новая плазма в первый слот, кстати. Я, в общем, это осуждаю, несмотря на то, что плазму очень люблю. Мне кажется, это сильно руинит особенность рейдового лута и было круто, когда ты знаешь, что там есть единственная в игре легендарная плазминка в первый слот. Вот это да, надо идти, по-любому надо идти, круто. Теперь, мэх. Оружие Паноптикума вернули. Ну, я знаю, что многих это прям порадовало, ностальгия, штука мощная и банджи умеют ей пользоваться. Сам не раз попадался на эту удочку. Ну вот я вижу это каким-то издевательством в этот раз. Игроки любили это оружие, два года назад его сансетнули и теперь один к одному предлагают его же фармить. Без вообще любых изменений. я принципиально не заинтересован в этом наборе оружия. Сокольничий из Паноптикума фармил, потому что это была как бы Айзлуна, но теперь она сама есть в игре, так зачем мне эта копия. Любимый из Паноптикума я фармил, потому что это как бы тысяча ярдов, но теперь она сама есть в игре, так зачем мне эта копия. Остальное оружие не фармил особо тогда, не фармлю и сейчас. Фьюжнка, сайдарм, пулемет, ну не знаю. А вот наборы брони мне очень многие нравятся визуально. Тут хвалить есть за что, я не знаю, возможно какие-то перестановки в команде дизайна произошли, может быть это просто как в примере с набором брони из подземелья взяли из старых каких-то наработок, потому что вот этот вот хэккевский тематический сет, его сливали год назад, его сейчас его показали. Не знаю, в общем сеты брони мне очень нравятся. Наверное меньше из них зашли сеты Осириса и ну вот сеты подземелья тоже непонятно как вернуться с тематикой. Хотя похоже теперь данжи будут награждать игроков сетами брони приуроченными к разным производителям оружия. В откровении был дайта, если помните с ласта падал, теперь вот хэккя. Я такую логику вижу, было бы круче увидеть тематические сеты левиафана с деталями тьмы, но если так, то окей. Визуально, повторюсь, броня в сезоне в подавляющем большинстве выглядит просто потрясно, и вот ее фармить хочется. Ну и то, ради чего я ждал неделю, откладывал это видео и терпел. Данжи в Дестине я люблю, пожалуй, чуть больше, чем рейды. Сама их идея, что-то столь же продуманное по механикам и уникальное по дизайну, как рейды, но при том достаточно быстрая по времени прохождения, мне очень подходит. Рейд собрать в шесть тел не всегда удобно, с рандомами зачастую это может затянуться, а тут берешь пару друзей и летс гоу. Можно фармить этапы, можно отравить в соло, вариантов, в общем, как провести время в данжах есть всегда. Так что, я ждал подземелья, понравилась ли мне дуальность? Концептуально, да, переключение измерений, пускай не новая далеко механика, но тут выполнена органично, но вот именно как подземелье, в рамках тех правил и особенностей, что я упоминал выше, дуальность меня совсем не увлекло. Подземелье словно искусственно растянуто, что ли, огромные залы, большие проходы и этапы с прыжками, вся эта гигантомания утомляет и лишает подземелья драйва, на мой взгляд. Некая такая же претензия у меня была, кстати, к последнему рейду клятва послушника. Сложность создается только тонной мобов на финальном этапе, например, в общем, сколько бы я знакомых не спрашивал, после первого дня подземелья все говорили одно духота. Визуально все эти кабал замки и подсобки Левиафана мы видим уже третий год в той или иной вариации, а если брать Красную Войну, которая тоже скабал была, то и вообще весь жизненный цикл Destiny 2. Так что глазу тут как бы не за что зацепиться, как в том же откровении, и ты просто засыпаешь. Я рад, что экзот мне выпал очень быстро, потому что фармить это подземелье с тем же удовольствием, с которым мы фармили, например, тиски или откровения, я бы не смог. Честно говоря, в пятерке подземелья дуальность у меня теперь гордо на пятом месте. Из того, что я не назвал, но что также меня расстроило, это масса багов, особенно в старых активностях, тиски алчности непроходимы стали из-за поломки, в башню пускают через черный экран, у меня старый друг решил вернуться в Destiny спустя 3 года. У него забагалось все, начиная от квеста Новый свет и заканчивая энграмами в подземельях, а мне как бы ему и ответить нечего, ну да, вот так бывает. Я понимаю, лето мертвый сезон для индустрии и потому можно выпустить такой вот филерный сезон, но наверное на контрасте с бриллиантом, королевой-ведьмой, которую я так расхваливал, все еще считаю лучшим дополнением за историю Destiny 2, такие релизы выглядят крайне слабо. Пожалуй, это один из самых слабых сезонов в Destiny 2 за последние два года, а то и больше. Чем он может меня занять спустя неделю, я уже не знаю. Из оптимистичного я жду только железное знамя в новом режиме, очень хочу его потрогать и рассказать вам о своих впечатлениях. Вот это вот прям жду-жду очень. Вот я сейчас пойду, запишу видео и пойду. Пока такие мысли. Сорян, если нагнал тоски, но... Миш, мне похуй. Я так чувствую. Я не могу молчать.